Центральная тема нынешнего визита канцлера Германии Олафа Шольца – кризис вокруг Украины и выработка совместной позиции стран Запада перед лицом угрозы нового российского военного вторжения в Украину. Непосредственно перед поездкой Шольц подчеркнул, что правительство ФРГ готово ввести жесткие санкции против России в случае новой агрессии Кремля. «Мы провели вполне конкретную подготовительную работу в ЕС и США. И мы ведем тесные переговоры о возможных санкциях, которые могут быть нами приняты. Это будут очень далеко идущие и жесткие санкции, несмотря на то, что сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить их введение. Они обойдутся высокой ценой, и поэтому все эти меры мы рассмотрели по отдельности, и в итоге ни одна опция не была исключена, и это нужно понимать». В ответ на вопрос американской газеты «Вашингтон-Пост» о санкциях против «Северного потока-2» Шольц заявил, что Путин знает о том, что ему придется заплатить очень высокую цену за агрессию против Украины. При этом канцлер отказался вдаваться в конкретику, добавив, что ответ союзников по ЕС и НАТО на агрессию России будет единым и решительным. Шольц также категорически отверг утверждение о том, что Германия в последнее время была недостаточно сильным союзником Украины. По его словам, ФРГ оказывает активную экономическую поддержку этой стране и за последние семь лет инвестировала в ее экономику около 2 миллиардов долларов США. Между тем, оппозиционные политики из блоков ДСХСС потребовали, чтобы Шольц выполнил основные требования американских и других партнеров по НАТО. Дело в том, что за последние недели проявились определенные разногласия между Берлином и Вашингтоном в связи с позицией по конфликту вокруг Украины. Прежде всего, речь идет о поставках вооружения Киеву и отказе от введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Впрочем, сам Шольц неоднократно отрицал, что администрация США недовольна действиями его правительства в отношении Украины. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил накануне визита Шольца, что газопровод «Северный поток-2» будет остановлен тем или иным способом, если Россия вторгнется в Украину. При этом Салливан отказался сообщать подробности переговоров по этому вопросу с правительством Германии. В то же время, многие немецкие обозреватели ожидают, что оба лидера продемонстрируют единство. Я думаю, что Германия в конце концов поддержит экономические санкции, а также санкции против «Северного потока-2». У них будет общая позиция. По поставкам вооружений они не договорятся. Шольц ясно дал понять, что Германия не будет поставлять оружие. Но думаю, что по другим вопросам, таким как санкции, они продемонстрируют единство. Сходной точки зрения придерживается и немецкий эксперт по России Ханс Хеннинг Шрёдер. Поставки вооружений Украине могут помешать интенсивным переговорам с Россией. К тому же, к примеру, поставки из Финляндии и Эстонии гаубит советских времён не изменят соотношение сил в регионе. То есть всё время необходимо взвешивать, нанесут ли подобные поставки ущерб дипломатии или действительно принесут существенные преимущества в военном отношении. По мнению экспертов, в настоящее время в Берлине перевешивают доводы в пользу дипломатии, даже несмотря на то, что это вызывает недовольство в Киеве.